С некоторых пор я с друзьями, ну или один, путешествую на лодке по Москварике. Это вот Ева. Держись, не бойся, всё будет хорошо. Плывёшь, вокруг красота, свежий воздух. Отлично расслабляет после тяжёлой рабочей недели. Ну а физические упражнения улучшают сон и аппетит. Правда, Ева? Ты всегда, по-моему, голодная. Вообще говоря, эта страсть проснулась во мне недавно. После того, как я побывал в Англии и повторил путешествие трёх знаменитых джентльменов. Героев книги Джерома «Трое в лодке». Героев книги Джерома «Трое в лодке» Осмирявшись, мы поднимаемся, выколачиваем погасшие трубки и со словами «спокойной ночи» засыпаем под большими тихими звёздами, убаюканной плеском воды, шелестом деревьев. И нам грезится, что мир снова молот, молот, прекрасен, как была прекрасна земля до того, как столетия смут и волнений избороздили морщинами её лицо, а грехи и безумства её детей составили её любящее сердце. Говорят, лучший отдых – это смена обстановки. Эту простую истину прекрасно знали герои в моей любимой книге «Трое в лодке, не считая собаки». Как вы помните, трое англичан решили оставить шумный Лондон и махнуть вверх по темзе на лодке. И мне всегда хотелось повторить их знаменитый маршрут. И вот я здесь, в Англии. По сути, писатель Джером К. Джером и задумывал книгу как путеводитель. Вот здесь, я вот здесь. Он хотел рассказать читателям о неизвестной, необычной Англии, об окрестностях Темзы от Кингстона до Оксфорда. Джей и его друзья были простыми офисными служащими. Это как сегодня менеджеры. Они хотели изменить свою жизнь, мечтали о путешествиях и приключениях. А я мечтаю ощутить, что такое быть джентльменом. Для этого я пришел в знаменитое лондонское ателье традиционного костюма. Доброе утро. Доброе утро, сэр. Меня зовут Женя. Меня зовут Джек. Я пришел, чтобы примерить традиционный костюм английского джентльмена. Великолепно. Проходите в примерочную. Мы шьем костюмы на заказ, а также изготавливаем форму для Итанского колледжа. Всего лишь каких-то девять сотен фунтов и этот пиджак мой. В России есть очень известный советский фильм по книге «Трое в лодке». Не хотели бы вы посмотреть отрывок из него и обсудить костюмы? Достаточно ли они английские, на ваш взгляд? Да, то, во что одеты два данных героя – типичная английская мужская одежда. Смотрите, как модно они одеты даже за обедом. Оба в костюме «Тройки» – в галстуках. В классическом и галстуке «Бабочки» – в рубашках. Мужчины до сих пор носят такие костюмы. А что вы думаете по поводу этих спортивных костюмов? Опять же, это чисто традиционный английский костюм для мужчин того времени. Он полностью отвечает их социальному происхождению. Значит, вы считаете работу дизайнера по костюмам в этом фильме хорошей? Очень хорошей. Все выглядит довольно точно. Ну что ж, Джек одобряет работу костюмиров в фильме «Трое в лодке, не считая собаки». Под, нажали, дружно, два, раз, два, раз. Наши люди знают, как должны одеваться истинные джентльмены. Мы втистали самих себя и свои пожитки в кэп, вышвырнули оттуда двух-трех друзей в Монморанси, которые, вероятно, поклялись никогда не разлучаться с ним, и тронулись в путь. Герои повести ехали на вокзал в кэпе. Я, пожалуй, последую их примеру и тоже возьму кэп. Правда, с 19 века он несколько изменился. Здравствуйте, вы свободны? Да, садитесь. Удивительно, но одним и тем же словом в 19 веке называли экипаж, запряженный лошадьми, а в 20-м стали именовать черный автомобиль – символ Англии. Кэп – это, по сути, такси. У нас водителя называют таксистом. А знаете, как называют в Англии водителя кэпа? Очень просто – кэп-мен. Готовясь к путешествию, я нашел в интернете одного из самых преданных поклонников Джерома. Знакомьтесь, Джереми. Даже имена созвучат. Вообще, Джереми Николас – актер и музыкальный критер. А в остальное время он президент общества, посвященного творчеству писателей. Итак, куда мы едем? Я думаю, в первую очередь стоит поехать на Тоттенхэм-Корт-Роуд, чтобы увидеть место, где жил Джером Кэй Джером в юности, где он начал писать голодая, борясь за жизнь, можно сказать. Посмотрим, с чего он начинал. Хорошо, мы готовы. Поехали. Жером 15 годам остался сиротой. Брат его умер, сёстры уехали. Он был без средств к существованию. И вот тогда он устроился на свою первую работу на северо-западную железную дорогу. Потом он уволился, стал актёром. Три года он гастролировал по Великобритании любителям актёром под псевдонимом Гарольд Крайтон. К 20 годам он был на самом низу социальной лестницы, без средств, без перспектив. И вот однажды его встретил старый друг, которому сказал, слушай, я журналист, может, тебе тоже стоит попробовать? И вот тогда Джером впервые подумал, а может быть, мне стоит стать писателем? О, книга! У меня с собой тоже есть экземпляр. Что это значит? Произнесите на русском. Трое в лодке, не считая собаки. Зачем они внесли это в заголовок? Неверно. А вот это верно. Трое в лодке. Этот экземпляр интересен тем, что он подписан Джеромом. Он очень потёртый. Здесь оторван уголок. Это первое издание 1889 года. Да, здесь написано. Искренне ваш Джером Кейт Джером. 1900-му было продано 200 тысяч копий. Только на английском языке. Плюс миллион копий в Америке, за которые Джером не получил никакого гонорара. Потому что Америка не была склонна к соблюдению авторских прав. Вот дом, где Джером жил, будучи очень бедным молодым человеком. Это отель? Это отель сейчас. А тогда это был пансион, разделённый на маленькие комнатки. И люди могли жить там за очень маленькую плату. А почему вон там висит табличка «Ленин»? Ленин? Потому что он приезжал. Не знаю, что он делал здесь. Возможно, пытался подготовить революцию. Главное достоинство нашей книги – это не её литературный стиль и не богатство справочного материала, а её правдивость. Джордж, Гаррис и Монмаранси – отнюдь не поэтический идеал, но существа из плоти и крови. Ведь, может, другие труды и превосходят наш труд глубиной мысли и могут соперничать оригинальностью и объёмом. Но что касается безнадёжной, закоренелой правдивости, ни одно вышедшее свет до сего дня печатное произведение не может сравниться с этой повестью. Вы увидите место, где он жил вместе с Джорджем Вингрейвом, который стал Джорджем из строя в лодке. Им очень нравился театр. Во время одного из походов в театр они столкнулись с мужчиной по имени Карл Хайнштель. Он был поляк из польской семьи. Он тоже был театралом. И Карл, Джордж и Джером образовали троицу. Кроме того, что они вместе ходили в театр, по выходным они катались по темзе на лодке. Карл Хайнштель в книге получил имя Уильям Сэмюэл Гаррис. На самом деле, это книга об общении трёх, четырёх, пяти, шести разных путешествий, которые они совершили. А вы можете мне объяснить, почему герои Джерома поехали с вокзала Витерлоу в Кингстон? Почему они не сели в лодку прямо в Лондон? Очень хороший вопрос. Я думаю, возможно, потому что в Лондоне река проходит мимо Вестминстерского моста, где для гребли на лодке слишком сильное течение. Вас бы просто смыло в море, если бы вы попытались грести верх по темзям в районе Вестминстера. Но в Кингстоне река не такая сильная и широкая, поэтому там все арендуют лодки. На поезд до Кингстона я опоздал и решил добраться до города способом, который вряд ли был известен героям Джерома. В середине 20 века в Англии появился лозунг «Подними большой палец и сбережешь свои ноги». Эту простую истину особо оценили бродяги, безработные и такие, как я, любители путешествовать бесплатно. Здравствуйте! А вы можете подкинуть меня на Кингстон? Да, конечно, садитесь. Спасибо! Отлично вам провести время в моей стране. Река вон там. И скажите, куда мне прислать счет? Счет вы можете прислать королеве. Я наконец добрался до причала Кингстона. Именно отсюда начинали свой путь герои книги Джерома. Я арендую лодку, и на весь путь с остановками от Кингстона до Оксфорда у меня уйдет только два дня. Джером с товарищами путешествовали целых 10 дней. Мой первый причал – Хэмптенкордский дворец. Вплоть до 19 века это летняя резиденция английских монархов. Теперь здесь музей. Это сам дворец, парк 24 гектара и знаменитый лабиринт. Именно отсюда Гаррис безуспешно пытался вывести своих друзей и еще 20 примкнувших заблудившихся. Лабиринт Хэмптенкорд был спроектирован в 1600 году. То есть ему уже больше 400 лет. Я попробую пройти его по методу Гарриса. То есть на каждой развилке буду поворачивать направо. Простите, вы не знаете, как пройти к центру? Что? Как к центру? Как к центру? То есть мы полагаем, что вы нас ведете к выходу? К выходу, к выходу. Жаль, проскочили в центр. Назад, к центру. А назад, к центру, к центру. К центру, к центру. Назад, к центру, все назад. Еще один поворот, и я найду центр. Пойдем, пойдем, сон. К этому центру поведем. Это обязательно. Я же говорил, нужно было налево идти. А-а-а-а! Я здесь. Со мной, со мной. Со мной, со мной, со мной. Со мной, со мной. Да, 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 да. Моя лодка сильно отличается от лодки из книги. Для скорости я арендую моторное судно. А оно, к слову сказать, еще и гораздо больше. Как долго вы учились, чтобы получить звание? Я начал, когда был еще маленьким мальчиком. Чистил судно, потом получил повышение. Получил лицензию. И вот я здесь, управляю судном. Я занимаюсь этим уже 8 лет. А на борту случались забавные истории? Да, много. А какую бы рассказать? Вот, например, на корабле была одна знаменитость. Мужчина наклонился за борт, и его шляпа упала. Когда он потянулся, чтобы достать свою шляпу, он чуть не упал. И я побежал затаскивать его обратно. Очень забавно было. Не знаю, почему, но на реке все становятся до крайности раздражительными. Мелкие неприятности, которых вы просто не заметили бы на суше, приводят вас в выступление. Когда мне мешает проехать какая-нибудь чужая лодка, я испытываю желание взять весло и перебить всех, кто в ней сидит. Самые тихие люди, садясь в лодку, становятся дикими и кровожадными. Я однажды катался на лодке с одной барышней. От природы очень скромная, необычная, ласковая барышня. Но на реке ее было просто страшно слушать. «Черт, побери!» – кричал Тосов, когда какой-нибудь несчастный грибец мешал ей проехать. «Чего он смотрит? Куда я вынесу? Вот дрянь!» Речной воздух убитный, действует на характер. В отличие от героев Джерома, которые страдали на своей плоскодонке, я меняю лодки, как перчатки. Вот сейчас поплыву на моторной яхте, которая была построена в 1960 году на знаменитой верфи «One Land» в Голландии. Это настоящий раритет. Этот отрезок пути от Кингстона до Марлоу я проеду с капитаном Стивом, у которого детство прошло на этих берегах. Это вот мой дом весь в цветах. Очень красивый. У него есть зеленая башня, а моя спальня прямо под этой башней. Сейчас мне покажут, как управлять судном. Без проблем. Капитан согласился на эту авантюру. Стив, вы всю жизнь живете на этой реке. Что вы можете о ней рассказать? Что в ней особенного? О, это самая большая река в Англии. Эта река протяженностью 150 миль. Ну, конечно, это не так много по русским стандартам. В России большие реки. Но и жизнь на реке, она медленная, другая. В городе постоянно ездят машины, идет быстрая жизнь. А на реке все медленно. Виндзор. Главная летняя резиденция английских королей. Городок небольшой, и любая малость здесь становится достопримечательностью. 14, 15, 16. Всего 16 метров. Это самая короткая улица Великобритании. И называется она улица королевы Шарлотты. Знаменитый Виндзорский замок. Самое древнее сооружение на берегах Темзы. Он был заложен в 12 веке. И за этими толстыми стенами, как написано у Джерома, случилась назидательная история с графом Годвином, обвиненным тогдашним правосудием в убийстве брата короля. Граф Годвин отломил кусок хлеба, взял его в руку. Если я виновен, сказал граф, пусть я подавлюсь этим хлебом. И он положил хлеб в рот, и подавился, и умер. Как и герои книги Джерома, я сегодня буду ночевать на настоящей лодке. Но поверьте, современные технологии делают такую ночевку гораздо комфортнее. А Джею, Гаррисону и Джорджу нужно было натянуть брезент. А потом, для того, чтобы согреться, буквально убеждать, никак не закипающий чайник, что им вовсе не хочется чая. Они были абсолютно уверены, что это лучший способ ускорить процесс кипячения на спиртовке. Как видите, это совсем не плоскодонка на веслах, а большая, удобная моторная лодка. Вот есть телевизор, можно подключить Wi-Fi, вот кухонька, пожалуй, поставлю себе чай. И на моей лодке точно не понадобится камень для того, чтобы открыть простую банку ананасов. Гаррис, зачем вам это нужно? Откроем. Гаррис, зачем? А что? Здесь. Гаррис, зачем вам это нужно? А мы ее откроем. Гаррис, зачем мантами? Откроем. Знаешь, что им нужно было взять с собой? А что? Женщину. А, да, да. Она бы не забыла консервный нож. А, но тогда бы книга называлась «Не трое лодки». Конечно. Человек, который сумеет грести по прямой от Иффлиду Оксфорда, наверное, в состоянии ужиться под одной крышей со своей женой, тещей, старшей сестрой, служанкой, которая работала у них, когда он был еще маленьким. Сначала течение тянет вас к правому берегу, потом к левому, потом выносит на середину. Три раза разворачивает и снова несет вверх по реке, все время стараясь вас разбить о какую-нибудь баржу. Почему они поднимались против течения, вверх? Если ты плывешь, гораздо легче плыть по течению. Да, это действительно так, но гораздо приятнее подниматься вверх по течению. Во времена Джерома они бы направлялись в Лондон, где проплывало очень много кораблей. И поэтому возникали сложности. Это уже не совсем путешествие. Поэтому намного лучше подниматься вверх по течению. Тихо, прямо до Оксфорда. Я в Оксфорде. В Оксфорде около 160 тысяч жителей. И 30 из них – это студенты. Среди них есть и наши. Как же поступить в университет? Ну, сложно это сделать. Здесь надо не столько быть гением, сколько упорным и трудолюбивым. Собрать документы, перевести. И если они посчитают тебя интересным человеком, они возьмут тебя в Оксфорде. А экзамен? Слушай, это интересно. И еще платят довольно хорошую зарплату в месяц за обучение. По стипендии, да, получается? Достаточную для хорошего проживания. Сколько? 1150 фунтов в месяц. Ничего себе! То есть это выгодно учиться в Оксфорде? Все понятно, почему все так мечтают сюда поступить. Аня, как и почти все студенты в Оксфорде, занимается греблей. Такова традиция. Кроме того, у реки я встретил много велосипедистов. Оказалось, что это тренеры. Они едут за гребцами и на ходу подмечают ошибки. У нас интернациональная команда. Вот девочка из Нидерланд. Восемь девушек и я несли 96-килограммовую лодку. В этот день студентки готовились к традиционной регате, которая проводится между Оксфордским и Кемприджским университетами уже сто с лишним лет. Обувь они снимают для того, чтобы лучше чувствовать подножку, приспособление для опоры и толчка. Тренирует их Ричард давно и, в общем, доволен своими подопечными. Я подумал, что наши Джей, Гаррис и Джордж бледно бы выглядели, оказавшись на своей лодке рядом с такой компанией. Укатили девушки. Дай Бог на здоровье. Здесь, в Оксфорде, у меня есть еще одно дело, впрямую не относящееся к этому месту. И для этого я заглянул в магазин, который нашел по запаху. Очень хочется попробовать вонючий сыр, так неаппетитно описанный у Джерома. От его запаха разбегались прохожие, пассажиры высаживались из поезда и даже сошла с ума лошадь. Я погрузил сыр в кэп, положил его наверх, и мы припустили алюрам. Тут ветер пахнул запахом сыра в сторону нашего скокуна. Тот пробудился от транса и, в ужасе всхрапнув, помчался со скоростью трех дней в час. Чтобы остановить его у вокзала, учеру потребовалась помощь двух носильщиков. И то, им, наверное, не удалось бы это, если бы один из них не догадался набросить свой носовой платок на ноздри лошади. Вот, понюхай это. Да, очень здорово. Да, это сыр горгонзола. Я видел представление в Оксфорде лет 10 назад вместе со своей подругой. И у них была песня. Вот это сыр горгонзола, горгонзола, горгонзола. Потому что он был такой крепкий и вонючий. А почему он такой вонючий? Потому что он старится и превращается в вонючий сыр. Поэтому на этот сыр летят мухи. В этом городе герои Джерома увековечены в камне. Это не совсем памятник, скорее, небольшой горельеф. С высокой университетской стены взирают на горожан и туристов трое путешественников и пес. Псуман Маранси в Оксфорде из-за его любви к дракам повезло особенно. Здесь было так много собак, что он сумел подраться в первый день 11, а во второй 14 раз. Кстати, у самого Джерома была такая же собака. Ее подарили писателю, когда он был в России в 1899 году. В книге друзья покидают Оксфорд в дождь. Их путешествие остается незавершенным. В самом конце пути они от непогоды позорно капитулируют, избегают с лодки и добираются в город поезда. Читатели прощают им эту слабость. И вот уже более 100 лет с удовольствием путешествуют вместе с ними. Мое приключение, можно сказать, завершено. И хотя путь, который я прошел по маршруту трех джентльменов по сегодняшним меркам, нельзя назвать очень уж длинным, от Лондона до Оксфорда, всего каких-то 100 километров. Но, как говорят, любое путешествие, даже самое короткое, делает нас немного другими. И это действительно так. Гарриц, сидевший в окна, дернул штору и посмотрел на улицу. Влажно поблескивал мокрое мостовая, тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра, струи дождя, яростно кристалли по лужам, и целые потоки низвергались на тротуары с досточных желобов. «Что ж», – сказал Гарриц. Протягив руку за бокалом, путешествие было на славу. «Я от души благодарен старушке Дэмзи. И Монморайси, стоя на задних лапах перед окном, являясь в ветноту, одобрит на тявну, присоединяясь к нашему тосту». Ой-ой-ой, нас уносит. Ничего, мы опытные смены, справились. Вообще говоря, книга Джерома до сих пор очень популярна. И многие в Англии повторяют путешествия ее героев и всегда берут с собой собаку. Причем неважно, игрушечную или настоящую. Просто собака считается хорошим знаком и талисманом в пути. В Англии у меня, конечно, собаки не было, зато в России я всегда путешествую с Евой. Ева – это французский бульдог английского происхождения. В Англии я путешествовал с комфортом. А вот герои Джерома мечтали совсем о другом. Вот бы найти забытый уголок вдали от людской святы, заброшенную бухту, скрытую от толпы. Да, в современной Англии такое место будет найти достаточно трудно. Зато в России мечта английских джентльменов легко осуществима. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok